В соответствии с районной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Хасовертовском районе» на 2011-2015 годы, утвержденный главой администрации муниципального образования Хасовертовский район, 3 февраля 2011 года за номером 29 отдел по делам молодежи проводит районную молодежную патриотическую акцию «Я гражданин России», целью которой является популяризация государственных символов Российской Федерации в молодежной среде и формирование у молодых людей уважительного отношения к паспорту, основному документу гражданина России. В связи с тем, что сегодня в зале заседания районной администрации проходило торжественное вручение паспортов учащимся школ нашего района, достигшим 14-летнего возраста. На данном мероприятии приняли участие глава администрации муниципального образования Хасовертовский район Загир Гаджевич Баташев, его заместитель Идрис Сагалов, начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России по Республике Дагестан в Хасовертовском районе, Алибек Алибеков, главный специалист, советник 3-го класса отдела ОМС России по РД в Хасовертовском районе, Камиль Салау, руководитель исполкового Хасовертовского местного отделения партии «Единая Россия», Асиат Раслаханова, начальник отдела по физико-культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования Хасовертовский район Ахмед Исаков и главный специалист этого же отдела Джанет Адилова. Отметим, для получения паспортов приехало около 20 детей, и так как акция проходит в преддверии 23 февраля Дня защитников Отечества, пригласили только мальчишек, то есть будущих защитников Отечества. Открывая мероприятие, Загир Гаджиевич Баташев сказал. Знаете, мы примерно в год, подтвердите, мы где-то вручаем около 2200-2500 паспортов, я думаю, да? Всем, конечно, мы вручать не можем, и в одни связи мы вручаем паспорта примерно вот в этом зале, ну, человек 50-60, не больше, так же, да? 52 тысячи. Так что вам, товарищи граждане, которые будут получать паспорта, выпала такая честь, в торжественной обстановке, получить свой паспорт, и вы сейчас становитесь очень летними. Вы знаете, что я говорю, который сегодня 14 февраля, паспорт получает, вы, надежда, афора наша, у вас наше будущее. Вот жизнь такая же, одно поколение уходит, другое проходит. Вот мы, мы здесь со своей стороны все делаем, чтобы поставить правильное русло воспитания молодежи. И связано с этим вот это вручение у нас. Вручение паспортов провели Загир Гадьевич, Баташев, Алибек, Алибеков и Асяд Аслаханов. Из Федерации получает Гадьевич Руслан Дагирович. Неужели 14 лет? Молодые, молодые. Это наша Единая Россия, ведущая партия Единая Россия. Вот они вам решили вот такой день ваш отметить и от себя, ну вот эта атрибутка, чтобы вы помнили, да, эту дату вручают вам вот эти подарки. Возьми, пожалуйста. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Ахмедов Рашид. Поздравляю тебя, Адрия. Ты становишься сегодня полноценным гражданином России. Вот тебе паспорт. Вот значит, не Россия. Паспорт получает Агеров Ильяс. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Как ты? Ты хорошо учишься. Четверки есть? Да. Тройки есть? Ну, давай. Ход не врет, да, он же может соврать, я сейчас его проверять не буду. Знаешь, правильный человек по жизни. Честно говоря, да. Вот сегодняшний день, вот сегодняшний день, я тебе запрещаю тройки получать. Понял? Понял, да? Да. А знаешь, тройки, когда не получают? Когда учатся? Когда служат учителя. Когда служат учителя и когда садятся за передачей, обычно, вот, которые не учатся сзади, бывает, надо на первую порту садиться. То есть вынимательная служба учителя и дома надо учиться. Поздравляю, мужчина. Возьми. Паспорт твой. И атрибутику. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Амаро Ахмад. Поздравляю. Как учишься? Спортом тоже занимаешься? Молодец. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Джангой Лаев Ахмад. Поздравляю. Поздравляю. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Абиссия Давыд. Вы сегодня стали гражданами России. Это великая республика, великая страна. Вы должны гордиться этой республикой и их страной. Потому что вы являетесь сегодняшнего дня полноправными гражданами. У вас есть права и обязанности. По жизни вам, конечно, много предстоит. Жизнь еще предпереди стоит перед вам много задач. Потому что в основном то, что будет добываться в последствии нашей жизни, это достигнутые будет вам. Так что вам необходимо изучать науки, развиваться, заниматься спортом. И именно мы сегодня такой день, День защитного отечества, вручаем вам паспорта с такой целью, чтобы и развить в вас такое гражданское самосознание, чтобы были хорошими гражданами нашей республики. Пожелаю вам удачи, всего доброго. Сегодня вы стали полноценными гражданами Российской Федерации. Я вас всех поздравляю. Это паспорт, который с вами будет идти по жизни. И в этом паспорте все ваши успехи, все ваши достижения в этом паспорте отражаются. Первое, что это, что вы ослужили в рядах вооруженных сил. Потом ваш брак, рождение детей, это все у вас будет в этом паспорте. Уважаемые дети, от души я вас поздравляю с вступлением во взрослую жизнь. Вы сегодня прощаетесь с детством вашим и вступаете во взрослую жизнь. Это обязывает вас во многом. Поэтому я желаю вам во взрослой жизни своей найти правильный выбор и стать достойными гражданинами нашей России. Желаю успехов, чтобы вы себя нашли во взрослой жизни достойными людьми нашего района, нашей республики и нашей России. Стало доброй традицией проводить такие мероприятия, вручать паспорта жителям нашего района. Я хочу вас сердечно поздравить с этим знаменательным днем вашей жизни. Ибо вы вступаете в действительно во взрослую жизнь. Отныне вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Примечательно то, что я отраден, что это происходит в канун Дня Защитника Отечества. Я уверен, что вы получив эти документы, основной документ гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность, вы почувствуете себя уже ответственными людьми. Желаю вам успешно окончить общеобразовательную школу и быть востребованным обществом. Спасибо еще раз. Поздравляю. Всего самого хорошего. Мы от души поздравляем первополучателей паспортов. Желаем им крепкого здоровья, успехов в учебе, удачи в жизни и стать достойными продолжателями лучших традиций старшего поколения. Продолжение следует...